Это не самая приятная история. Да, ну поехали, ребята. Всем еще раз добрый вечер. Героик против Na'Vi. Начинаем смотреть карту TheCash. Защита от дачан. Атака от рожденных побеждать. Раскидка есть у Зевса и Флейми. И это будет, как всегда, выход на точку А. Судя по всему, но контр-агрессия от команды защиты. Снайпи врывается, забирается все-таки последним патроном Флеймича. Но если так, успеет даже отойти Electronic в скрипе. Эдвард перестреливается в мейне. Тут у нас попыталась, судя по всему, команда Na'Vi зайти на базу А, но уже потеряли они двух игроков. Electronic все еще не может выйти с квики. Однако оставил двух игроков красными. Рубина находит симпл. Находит фраг по симплу. Снайпи также минус по Зевсу. Electronic один в двери. Ситуация для него плачевная. Против пятерых будет здесь Денис сражаться. Хотели вот самое, что не наесть, обычную тактику показать. Выход под два смока на точку. Установка бомбы, потом уже контр против ретейка игра. Ну и здесь вот видишь вот этот врыв под флешку, ну и Снайпи его стрельба. Два минуса, ну и тоже. Рубина и Эстак помогли. Electronic все еще пытается найти свой какой-то фраг. И было бы неплохо тут забрать несколько своих оппонентов. Те уже в мейне чекают. Рубина на чек тоже играет очень грамотно. Только пол корпуса. Снайпи дальше пошел красный, отлетел все-таки от Элика. Ну и дальше вряд ли кто-то из команды героев будет играть агрессивно. Ну, за исключением Рубина, который чекает еще и бомбу. Но выход с спиной. Electronic забирает Нику неплохо. Можно еще поработать. Хэдшот против Рубина. Можно тащить дальше этот раунд. Давай против Моди Эстак. Эстак при этом красный. Но он подсажен на точке. Electronic прочекает или нет? Вот в чем вопрос. На красном уже противник. Эстак будет заходить и убивать. И нет. Но классная попытка. Молодец, Денис. Да, поставил все-таки бомбу. И здесь Эстак немножко в тайминге не успел. Ну, есть позитив для Na'Vi. Это установленный пакет. Ну и начинается все с того, что героик выигрывают пистолетный раунд в обороне на карте The Cash. Сейчас я думаю, что Na'Vi сделают эко. Тут нет смысла делать форс по 2200. Ну вот у Electronic в топе 3500. Ну и да. Это будет экономически. Не думаю я здесь что-то. Хотя могут сыграть через 1 АК. Na'Vi уже так делали. Нет. С глаками? Нет. Все-таки уклон уже на следующий будет раунд. Есть 2 P250, Flamie и Simpla. И куда же команда Na'Vi пойдет? Еще одна агрессия. Посмотри. Акт здесь выхода на мейн от Нико и Снэпи. Уже удалось удостовериться в том, что соперники не пытаются занимать эту позицию. Только уже Flamie выходит противника. Не прочекал. Хотя флешка летела давно. Но тут не важно. Все-таки без армора сложно было действовать против Нико. Тот выходит еще на перестрелку. Отлетает от Simpla. Этого не стоило делать. Учитывая то, что все-таки FAMOS можно отдать. И у тебя не фармган. Там, чтобы дальше стоять и пытаться зарабатывать себе деньги. Эстаг за квадом. Выход также был от Снэпи и проведен через Хайвей. Но и Зевс пока что закрыт за погрузчиком. Эстаг врывается за квад. И 3 минус. А четвертый. Какой спрей. Очень красиво. Забирает всех соперников. 2-0. Квадрохилл от Эстага. 2-0. Действительно для команды героя хорошее начало. Ну и покупает сейчас на мату Свинцера. Посмотрим на тактики от Na'Vi. Прежде всего, какие будут решения. Как будет играть здесь команда Na'Vi. Возможно, это будет быстрый буст. Возможно, контактный выход через мейн и двери с плитом на базу А. Ну, пока все просматривается как дефолт. Не знаю, есть ли здесь вообще дефолт. Нашифрован ли он в принципе у команды на Ту Свинцера. Моди уже поджимает токсик. И команда Na'Vi, по-моему, даже не подозревает об этом. И все тайминги уже проиграны. Да. На самом деле. Но Флейми тут, конечно, может среагировать, если вот так вот выйдет против Моди. Но у Моди здесь позиция, чтобы убить сразу Егора. Ой, замечает. Флейми тоже его увидел и тут же вышел на перестрелку. 20 хп остается, но главное, чтобы фраг свой произвел. Симпл тем временем уже под белым ящиком. Готов врываться на хайвы, если будет флешка. Да, полетела. Зевс ее накидывает. Есть саппорт. 5 на 4. Но при этом команда героев закрывается на планетах. Но вот он и стак. Пытается прочекать Симпл, а тут же отлетает. 5 в 3. Ситуация для Натус Винсера. Вот есть контроль карты для Na'Vi. Нико перестреливает Симпла. Он был на бусте. Тут же показывает, что вроде как падает. Электроник находит минус по рубину. Это выход на базу B. Снаппи на хелпе. Пытается нашить смог, а Зевс просто пушит в этот смог. Очень такое опрометчивое решение. Как по мне, неоправданный риск. Но Флейми опять же в тот самый дым, но с другой стороны нашивает своего оппонента. И Бэп Лэнд довольно легко открывает Натус Винсера. Эдвард делает заключительный фраг по Нико. И герои проигрывают первый раунд. Но возможно будут сейчас покупать. 3 700, 4 700. На самом деле здесь можно спокойно сделать эко и закупиться уже в следующем. Да, не стоит. Тем более, что только у Эстага там не будет денег на следующий раунд. То есть все остальные ребята смогут себе купить ямки. Или может быть даже у Рубина появится снайперская винтовка. На В5 калашей. При этом стак команды героек будет организован на точке А. Было бы неплохо, конечно, поработать по мидлу в этом раунде, чтобы не выходить вот так вот на все пистолеты. Ну, как-то вот заставить двигаться, наверное, команду героек. Хотя в этом есть сомнения в том, что они хотя бы вот даже при наличии информации будут передвигаться куда-то. То есть только врываться на мидл. На Зевса. Тут уже забирает первого соперника. Это был эстаг. Тут же Рубина отвечает. Ну и здесь, конечно, подсадку на красном вагоне, а не на красном контейнере. Простите, у нас еще и трейн в умах. Ну, не ожидали эту подсадку. Ну и Флэйми забирает и Нико, и Моди. Здесь два хэдшота. Ну, понятно, что мы ожидали такого успеха от Нави в этом раунде. Сейчас вот самое интересное. Вот у нас снайперская винтовка от Рубина летит уже в руки к эстагу, не к снапе. Закупка от дайчан. Нет, снапе. Все-таки снапе, да. Рубина купил АВП, поделился со своим капитаном. Эстаг будет играть с UMP. Но по гранатам все хорошо, единственное, что у героек нет щипчиков. Но, возможно, здесь дело даже... О-о-о-о! Прострелил. А я видел хайлайт с ВПЛ, где он убивал чела в голову. Да, да, тут была такая же попытка. Тем временем быстрый выход через смок. Вот Электроника забирает Нико на белом ящике. Два игрока команда героик уже взрывает. Тут Рубина совсем красный оставался снапе. Размен есть и по одному, и по второму. Там еще третий есть. Зевс под этим вентилем откидывает молотов, и можно ворваться в вентиль. Если ты откидываешь молотов, то, наверное, нужно двигаться в другую сторону. Но при этом у Моди классная позиция за каплей. Очень хитрая позиция. Здесь Na'Vi могут не прочекать. Довольно неплохо они вышли в мидл. Дали entry frag, получили преимущество. Но вот потом как-то по одному под вентиляцией их расстрелял снапе, который сейчас с АВП играет за квадом. Также один игрок на машине у героек, и Моди, как вы видели, играет на капле. Ну и вот, наверное, момент истины будет сейчас для Моди. Na'Vi пойдут с плитом на B. Два через вентиляцию, один через B-main. И вот он, Моди, получает молотов, горит, выдерживает паузу и все-таки снимает симпла каким-то чудом. Но Зевс на размене. Два в два ситуация, бомба устанавливается. Очень хороший момент для того, чтобы взять раунд Na'Vi. Тоже горит. На самом деле много хп потерял. Снэппи тоже битый, 40 хп. Ну, ретейк, судя по всему, через девятку и просвет. Полетела классная флешка, но под нее никто не действует. Уже тут же уходит в вентиле игрок команды Na'Vi. Ну, позиции, конечно, классные у харьковского дуэта. Здесь просто вместе можно сделать выпад и убить. Хотя смог неприятно. И Эдвард тут же флешка от Кейдавет будет врываться против оппонентов. Снэппи не читает его Эдвард. Неужели не заметил? Очень странно. Ну, бомба стоит на Эдварда и Зевса. Там, помнишь, как Даня оставил пакет? И вот это, конечно, проблема для героек. Да, они уходят на сейф. Делает минус по снэппи, но все то же самое, о чем и говорил. Нет щипчиков, соответственно, ретейк был бы очень тяжелым. В этом раунде была неплохая попытка от Модзи. То есть он сидит за каплей, ему подлетает Модзи. И он не сразу выходит. Живет. Выдерживает паузу. И самое вот здесь еще интересное то, что вот даже если ты контролишь в Модов, ты можешь не сразу заметить оппонента за ним. То есть даже в нем. И из-за этого, наверное, там Симпл не сразу среагировал. Да я, если честно, не услышал, стрелял ли он. Но Модзи, конечно, выжил максимум, убил соперника. Потом, конечно, ретейк не очень уверенный, учитывая то, что Стак очень много хэп потел. Вот он еще один выстрел, но мимо. Хорошая попытка. Да. Но Эдфлейме уже делать два минуса. Поджимали игроки команды героев. Это так можно делать? Так, подожди. Просто включать на уши бежать. Ну, думал, что там только два игрока. В итоге выход от Рубина еще и со снайперской винтовкой какая-то она, не знаю, невезучая, что ли, для героек оказалось. Хотя хотя бы вот один минус они сделали. Это был Флейми, который и так открыл для себя этот Бепленд. Но мы с тобой уже говорили, сходились в мнении о том, что все будет сводиться к этим вот перестрелкам, к индивидуальным действиям. Не так часто даже в такой ситуации против пистолетов выходит игрок Люркер, вот сразу на перестрелку убивает двоих оппонентов. В моде под девяткой все еще ждет пуша. Ну, вот Электроник топает, и может быть он и станет жертвой. Ну, уже нужно какие-то решения принимать героек. Что-то у них совсем не заладилось после пистолетного раунда, уже проигрывают четвертый подряд. Ну, ладно, там было эко, ну, в данном случае. Но в целом как-то надо уже включаться и что-то предлагать своим оппонентам. Мы видим, что Na'Vi довольно активно использует базу B. Постоянно там Флейми играет. Он как-то создает напряжение на этой позиции. Ну, и закупается сейчас героек. Счет 4-2 для Natus Vincere. Ты знаешь, так как у нас команды эту карту не играли уже очень долго, мне кажется, что легче им будет играть в атаке. То есть Na'Vi должны об этом помнить. В атаке нужно максимум раундов забрать. В защите им будет так же сложно, может быть даже сложнее, чем герои. Simple там сейчас опять будет делать прострел. Ап. Там уже кто-то пропрыгивает, понимает, что сейчас может залететь в голову. Ну, и Рубина занимает близко мидл. Там нашивают с другой стороны игроки команды Natus Vincere. Укрепление мидла от героек. Уходит в вентиляцию Рубина. Один игрок также на B. Ну, и в целом 3-1-1. Вот такой вот сетап в обороне от героек. Флейми с МП-7 играет под B-плентом. Будет дуэль у него против Снапи. Снапи. И оп. Выход. Флейми с фармканом забирает снайпера команды героев. Ну, а вентиля как? Рубина не прочекал. Даже не чекал. Почему-то не смотрел вентиля. Хотя вроде как вот даже... Очень часто в этой позиции есть оппонент, который хелпует быстро через мидл. Особенно если там АВП играет агрессивно через вентиля. Ну что ж. Вообще Нави очень активно задействует мидл в своих тактиках, но не в этом моменте. Мне кажется, что это подготовка к выходу на точку А. Там пока что один Никон, но на хелпе два бойца команды героев. Это Моди вместе со Стагом. Они будут с Хайвой выходить. Вот он смог от игрока атаки. Это был Эдвард. Скрип будет для него попыткой выхода. Или все-таки он отойдет. В этом Молотов горит, потому что Ваня не может пока что выйти. Но позиции будут хороши у команды героев. Как еще Нико за дверью, да? Пытается отморозиться до последнего. Летает Молотов на квад. Нико меняет позицию Моди. Может быть неожиданная позиция для команды Нави. А, он уже сделал один минус. Есть инфа. Нико делает фраг по Зевсу. Зевс предварительно забирает Моди. Два в три ситуации для Нави. Электроник и Симпл все еще не зашли на Аплэ. Молотов очень хороший на дефолт. Там пока что не будет никого из соперников. Электроник под погрузчиком. И Робина. Выход тут же минус по Электронику. Симпл последний. Получает свинца от Эстага. Три, четыре. Минимальное преимущество рожденных побеждать. Денег должно быть достаточно, потому что брали они все-таки раунды свои. А именно четыре подряд. Ну и должны сейчас хорошо закупаться. Да, есть деньги у Нави. Девять фрагов у Электроника. Один фраг у Эдварда. Зевс четыре. Ну и Флэйми семь. Не заметил, сколько там у Симпла. Ну, пока равная игра в целом. Симпл три фрага. Да, спасибо. Равная игра в целом. Вот мы видим, что у героек немножко не складывалось вначале. Вот после взятия пистолетки. Но вот теперь они уже немножечко выровняли для себя ситуацию. Покупают два ВП. И опять укрепление мидла. Три игрока на этой позиции. Плюс вот Нико и второй стак вентиляции. И также человек на хайвее этом моде. От Рубина будет многое зависеть. В этом раунде за квадом. Очень часто тут летят молотовые, как и на НБК. Позицию, так что Рубина должен быть здесь сверхмобильным бойцом, чтобы забирать оппонентов в Симпл. Чек, а это, понятно, тут же хэдшот против Рубина. Тот не успел среагировать. Это изи выход на точку. А Симпл забирает также Моди, который пытался перетягиваться до смоков. Возможно, стоило вообще отойти на Моди. Вот хотел, наверное, выйти на дефолт и хотя бы кого-то из своих соперников забрать. Это уже сейв Снапи-Нико и стак. Да, и если удастся засейвить, то я думаю, что Моди Рубина, конечно же, будут покупать. Оп. Снапи как хитро сыграл. На самом деле, но есть инфа. Снапи понимает, что нужно поменять позицию. И тут его уже не отпускает Эдвард. Был близок к тому, чтобы также снять Нико. Но Николаус перестрелял своего оппонента. Да, и Нави все-таки берут пятый раунд. Ой, 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 затопил Эстаг. Затопил, проиграл. Пытались обратный бут сделать, я так понял. Ну, все-таки очень важно выбить эти девайсы. Нави понимает, у них-то деньги есть. У противника не так уж и много, но... Тут пойдет ли дальше Электроник? Нет, не стал. Все-таки будет снайперская винтовка на девятый раунд у Датчан. Ну, с такими деньгами у Трубина и Эстага, наверное, будут поддерживать. Покупать пистолеты. Один из самых важных раундов для того, чтобы победить в первой половине для обеих команд. Думаешь? Да. Ну, да, в принципе, осталось-то у нас сколько? Шесть раундов. Тут уже действительно все решается. Буквально вот здесь и буквально сейчас. Сейчас Смакова Алексей на мидл. Вот команда Нави врывает свою стакку с цзшку, но Эдвард загулял сам. И тут же Девс тоже пытается сыграть на размен. Только одного забирает снэпи. Не отпускает цзшки. Симпл пытался простреливать. Не особо это получается. Симпл выход. И какой молниеносный выстрел у Нико все-таки тот же рефраг. Но и выход от электроника тоже чекается от игрока-героек. Мы видим очень классный момент. 4-5. Хорош Николаускас. Да, это литовский легионер в составе команды-героек. Арвидас Николаускас. Мне что не понравилось здесь от Нави, ну, опять же, не будем, наверное, строго судить. Поскольку не на игре. Опыта не так уж и много. Но есть один момент для игрока, который занимает мейн. Можно отворачиваться. Можно отворачиваться и нельзя по одному так заходить. Должен быть какой-то саппорт, должна быть какая-то флешечка. Флэйми. Неужели будет такая агрессия через смок? Ой, наглость от Егора Васильева. Рубин, он на вентилях. И Нико здесь не был готов к этой встрече никак. Но, с другой стороны, есть еще вентиль. Ой, слепущий там игрок на опорной позиции попадает по флэйми. 4 хп остается. Но главное, что он унес ноги. Ну, видишь, постоянно используют героек этот сетап. Когда один чел в вентиляции. Мы, кстати, смотрели сегодня Гоу. Да, они тоже там очень активно использовали эту позицию. И регулярно укрепляли б-плэн. Ну, и здесь мы видим тоже героек пользуются этой точкой. И это, в принципе, приносит плоды. Но здесь, как вы видите, флэйми уже сделал энтрифраг. Очередной выпад. Ну, хорошо, что это был флэйми. Нико на развороте забирает также дверь. Дверь закрыта. Никто не запирит. На самом деле, никто не выйдет, потому что слишком далеко находятся Зевс и Симпл. И при этом Даниил очень красный. Но 50 секунд надежда на Сашу. Потому что он выйдет и заберет противника на миде. Но, Алексей, стал бы ты 4 в 2 играть на миде сейчас в такой ситуации? В защите? Да. Нет, конечно. Я бы стал по плентам 2 плюс 2 и все. И забил бы на мид вообще. И, ну, тут, конечно, будет попытка. Но слишком много времени теряют ребята из команды Na'Vi. С другой стороны, можно, наверное, уже уходить на сейв. Хотя сколько там денег? Снапи. Все еще там играет на дефолте. Уже подходит под токсик бочки. Ну и Симпл уже с АК-47 на руках. Зевс АВП. Ну, ждут врывов. В этих врывов не будет. Это 5-5. Да, 5-5. Десять секунд на конце раунда. Не успевают здесь Na'Vi поставить бомбу. Это очевидно. Ну и сейв для Симпла и Зевса. Пятый раунд для команды героек. Опять же, обновление, обнуление экономики для Анату Свинсера. Сейчас мы посмотрим на денежку. Еще раз, пожалуйста, табуляцию. Да. Ну, такое. Ну да. Все плохо. То есть есть два калаша. Можно купить что там? Юмп. Флейми, например, с гранатами. Ну и там Эдварду брать с электроником по ЦЗшке с армором. Вот кто-то сейчас должен в команде Na'Vi расслабиться и сказать, а давайте выйдем фастом. Вот даже через смок. Или на А, или просто на Б. Вместе. Давайте сделаем фаст буст. Ну, такой раунд может сработать. Потому что, вот видите, была подобная ситуация у команды героек. Вот одно АВП, там где-то Девайс, Юмпшка. Вот они сыграли в агрессию защите. Атака сейчас должна ответить тем же. Если хочет побороться еще за победу на этой первой половине. Карты Дэкэш. Потому что вот так вот играть, ползать по карте не получится. Мы видим, что все больше уверенности набирают ребята из Дании. Ну что ж, какая тактика будет выбрана? Только что посовещались с тренером, конечно же. Ну и он, возможно, подсказал. Возможно, у него есть вот опыт. Может быть, много демок просмотрел. Карты Дэкэш. И как тут стоит играть в атаке? Посмотрим. Пока похоже на то, что Na'Vi играет какой-то свой дефолтик, нашифрованный тут же на коленке буквально. Ну, один игрок под Б. Зевс отвечает за ангар. Два игрока в мейне, один в дверях. Снапи получает немножко демэджа от Флейми под Б. Флейми обычно у нас отвечает за ту позицию. Он как раз-таки напрягает ее довольно часто. И, как мы видели, иногда даже делает энтрифраги. Что, безусловно, очень хорошо для команды Na'Vi. Очевидно, обсудив, что происходило в предыдущих раундах, решили просто вот приконтрить мейн. Потому что туда очень часто врывается один из соперников под фешку. Но не в этом моменте. Сейчас у нас дефолтная позиция. То есть, по сути, вновь укрепление мидла. Там в вентилях сидит и стак. Если что, он очень быстро будет еще и на чекерсах. То есть, точка Б сейчас усилена очень хорошо командой защиты. Ну и на 55-й секунде электроника выпускает на мидл. Тот чекает все позиции. Здесь никого из противников не было даже в помине. Закрыто действует команда Героики. Тут уже перетяжка. Посмотри, стак будет на точке А. А туда, собственно, идет бомба. Стак стягивается ближе к коннектору. Контроль мидла за командой Na'Vi. И похоже на то, что это будет какой-то такой очень хитрый сплит. 2-2-1. Да, один игрок в мейне. Два в двери. Два на хайвее. Я тебе скажу, даже команды, которые играют карту ДКш, не так часто показывают что-то подобное. Ой, сколько урона залетает. Там один кплп. Меча Зевс. Есть минус по стаку. Сам очень сильно просел. Сделал еще и второй. Залетает против Рубино. Нико на НБК. Есть минус против Эдварда. Но Флэм его не отпускает дальше. Чтобы сделать еще один минус. Снайпи здесь проседает еще и 30 хп у снайпера. И понятно, что Моди просел после электроника. Там на машине был игрок команды Na'Vi. И дальше защита не идет. 6-5. Хотя тут мне казалось, что после урона по скрипу никто не выйдет вообще, в принципе. Зевс спас свою команду этим выходом через хайвей. И поймал очень хороший тайминг. Да, но там как-то герои на самом деле продинамили все это дело. Тут вопрос к тому, кто играл на планете, даже на НБК. Потому что ты не можешь смотреть через НБК выход, учитывая то, что у тебя тиммейт сидит на форклифте. И ты можешь, в принципе, уже смотреть хайвей. То есть ты не играешь сейчас против мейна. Ты выключен. Потому что у тебя твой тиммейт на погрузчике говорит о том, что еще никто не вышел. Ни через скрип, ни через мейн. И именно игрок на НБК, наверное, должен был чекать оппонента на хайвей. И это был Зевс три минуса от него в этом раунде. 6-5. Деньги есть. Можно поесть. В команде героек. Они покупают. Ну, опять же, закуп будет не самый оптимальный. Но такая у нас рваная игра. Все-таки видно, что... Но мы этого и ожидали. Ребята буквально, знаешь, там на ходу что-то изобретают, наверное. Но это не точно, опять же. Может быть, Na'Vi там жестко тренировали этот ДКш. Может, к Марселю готовят. Кто знает. Да, мы этого не можем знать. Симпл чекает противника. И Нику отлетает от Саши Костарева. Тут флешка не сработала, потому что у Саши был хороший респавн, чтобы вот так вот занять позицию. Мы очень криво выходили, согласись. Когда вы подпушиваете мейн, вы кидаете флешку, вы кидаете глубокий молотов. Ну, то есть здесь все это тоже как бы должно обговариваться. Должна быть идея. Должна быть не просто, знаешь, выпад под флешку в мейн. Главное сейчас им не отдать еще один раунд 5 в 3. Уже Снапи забрал. Электроника пытается дальше выйти. Зеус хатшот на квад через всю карту. Просто прилетает сейчас маслина. И дальше можно выйти очень просто на позицию. Учитывая то, что Моди и Рубина, простите, находятся очень далеко. Они поджимали все это время точку B. Никого там в итоге не нашли. То есть уже могут идти на очередной сейв для себя. 7-5. И Зеус подключается. И Симпл тут тоже себя показал. И очередная агрессия, где-то вот этот третий или четвертый раз пытались ворваться в мейн, наконец-то вот пресекается. Ну, видишь, пробуют героик. То есть то играют через укрепление медла, то ж муд мейн. Ну, в принципе, довольно стандартная игра для защиты, как по мне. Просто что, знаешь, вот не обыграны эти ситуации. Потому что, когда у тебя нет командной игровой практики на карте, то ты, соответственно, где-то не понимаешь тайминг, где-то там, да. То есть ты где-то не понимаешь... Ну, выбираешь не самый удачный момент, чтобы что-то там поджать. Потому что, опять же, нету практики отыгрыша на этой карте. Ну, Боба взрывается, седьмой для Na'Vi. На Na'Vi, в принципе, правильно делает. То, что выбивает эти девайсы у Флэйм и Зеус. Ну, просто тут не дали за сейвить. Охотились на последнего, и дичь была найдена. Тринадцатый раунд сейчас будет на ваших экранах. Судя по всему, это тактическая пауза от героя Киписмейкер. Сейчас вступает. Ну, а что можно посоветовать? Сейчас нужно проводить полное эко. В принципе, тут... Да, тут нечего посоветовать. Потому что по 2К, если бы были там деньги 1400-1500, тогда да, можно закупаться. Так, получается, нет. Так ты уже сливаешь, и у тебя будут в следующем уже раунде девайсы. И Na'Vi могут сейчас выиграть эту первую половину. Интересно, это специальный такой ход брать именно на эко-паузу? То есть почему не взять перед оружейным? Мне кажется, что это не специально делают для того, чтобы, знаешь... То есть смотри, когда твоя команда соперника берет паузу на оружейном раунде, то ты как бы думаешь, а, ну они сейчас что-то придумают, сейчас мы какую-то контру исполним там. Или что-нибудь сейчас мы там... Они сейчас там вот они там то не делали, сейчас они попробуют это. А когда ты берешь на эко-паузу, то ты как бы, знаешь, на раунд как бы дилеешь эту тему, да? То есть оттягиваешь, то есть как бы... То есть и потом уже твои оппоненты могут там... А, ну они же там брали паузу, забыла, о чем там была речь на самом деле. Пуша делает через точку B. Тут для Симпла отстрел пока что тир. Забирает нику. Еще не хожу, тут из стака можно делать хайлайт по ноге. Попал Симпл, господи, что он делает сейчас? Так и последний эйс от Саши Костарева. Как же это было стильно только что. Мурашки по коже. Да. Мать моя женщина, это было красиво. Да. Ну и, конечно, для Симпла такие ситуации. Он их любит. Он их любит. Вот это вот бау, бау. Помним Кобл, да, вот эти хайлайты на FPL, на фейсете, как он принимает выходы через плато. Ну и сейчас. Да, это против Эко, но, ребята, это АВП. Да. И Дигл. И Дигл. Хорошая комбо. Это было очень сложно на самом деле, но... Не для Костарева. Ни в коем случае Терминатор. Покупают героек, 5 эмок. Не самая приятная экономика. Мы видим, что нет щипчиков, нет, ну, минимум смоков. Только два. Куча флешек. Ну и здесь уже буст исполнили героек. Также буст на B. Флейми, по-моему, даже не чекает. Да, не чекает. А может быть даже и смотрел, но Моди здесь был хорош. Без шансов он вырубает Васильева и команда Нави в меньшинстве. Да. Тут от Мидла пока что не отказывается команда героек. Тут, посмотри, еще до сих пор стоять Снапи и Эстак решили. Ну, а Симпла, судя по всему, будут подсаживать на Мидл. Было бы неплохо одного из оппонентов отстрелить, если там коннектор где-то будет пытаться собрать для себя информацию. Уже Электроник тоже подошел на буст. Готовится смог в коннектор Молотов на песок. Ну, и, соответственно, Молотов также полетел в вентиле, которые очень часто занимались ребятами с героек. Это знает и Симпл, и остальная часть команды Нави. Эдвард простил против Эстага. Где это было? Это было на точке А. Через дверь. Через дверь. Но залетело. Да, теперь можно перетягиваться. Эдвард под шифтом это делает, чтобы не давать лишней информации соперникам. При этом на точке А пытается в соло выйти. Зевс, у него это получается. Рубину проспал. Проспал. Это точно. Зевс откидывает смог на хелпу. Через винтрум уже готов пушить базу B. Ну, и сейчас бы нам за опорником на B посмотреть. Это Моди. Электроник делает минус по снапе. Моди, Моди. Как же ему не везет. Оставляет красным своего оппонента. Даже не красным. Пол хп забрал. Ну, и Симпл фраг по Моди. И Нико может сейвить. Следующий раунд будет последним в первой половине. Такая ситуация. 5 на 4. Ну, ладно там Эстаг отлетел. Такое бывает. Там какой-то хэдшот через дверь на дефолт. Но как потом сыграл Рубину. Вот выходящий Зевс. Я еще хотел сказать о том, что Зевс, а не рано ли ты идешь на B? Учитывая то, что команда еще не подошла на хелпу. Правильно? А так он, получается, выигрывает эту перестрелку. Еще потом зажимается один игрок, который был на пленте. Если не ошибаюсь, это был Моди. Нико не сейвит Эмку. Это врыв от Эдварда. Его хэдшот. 9-5. Сейчас будет последний раунд первой половины. И при этом у героек совсем уж мало денег. Нужна возможно еще одна пауза. Возможно оставят еще на следующие какие-то моменты. Это обсуждение. Емпешки, Фамас, Диггл и ЦЗ. Набор у датчан. Да, не самый оптимальный закуп, конечно. Хотелось бы что-нибудь получше увидеть в своих руках. Но... Маймо шо маймо. Эстак откидывает молотов. Также смог в ангар. Ну, понятно, это стандартные гранаты. И Флейми находит фраг по Моди. Рубину разменивает. Ну, вот, знаешь, вот, как бы там ни было, но Флейми регулярно здесь базу Б просто напрягает и аннигилирует там своих оппонентов. Попал в ногу Костелев по снапе. Вот здесь Диггла, да, я так понимаю, добирает его. Отличный хэдшот. 3-3 ситуация. Электроник ждет поджим Мидла. Рубину находит фраг по Зевсу. Это было под базой Б. Ну, и теперь Симпл с Электроником будут отдуваться за остальных своих тиммейтов. Хотя можно было не по одному сыграть сейчас. Очередной момент мы с тобой такой отмечаем для себя. Электроник, Симпл. Тут будет АК-47 у Саши. Решил поменять девайс, судя по всему. Нужно прочекать противника под стенкой. Это Никол, который уже успел попушить эту точку. Вот он выехал. Не прочекал все-таки. Но каким-то образом Нику не убивает ни одного, ни второго соперника Симпл. Проседает, но это не проблема. Заметили Эстага на белом ящике. Тут пытается отойти обратно на точку А. Полетел Смок на коннектор. Рубина поджимает точку Б. И Симпл сейчас его встретит. Рубина. Ой, какие тайминги. Решил все-таки Саша действовать через мидл вместе со своим тиммейтом. Неужели они пойдут на точку А? Или же врыв под вентилем? Да не точно. Ну, почекать можно. Можно бросить гранату и, опять же, изобразить выход. Ты смотри, Эстаг уже начинает двигаться и все. Изи. Электроник делает минус по Эстагу. По информации. Забайтили Эстага. Да, забайтили реально. На движение. Хотя, опять же, вроде как Рубина тоже мог сказать, что ну да, вентиль разбили. Я сейчас прочекаю, но ты можешь посидеть. Давай будем рисковать. Риска пока что не было. Ну и, соответственно, команда героек не выигрывает этот раунд. Хотя все были шансы. Симпл. Очередной фраг для него 10-5. Ну что, в принципе, кэш удался. Ну так, понятно, что как минимум для Na'Vi первая половина, но в целом мне игра нравится. То есть нету такого каких-то сумбура. Знаешь, нету какого-то такого шапито. Бегают, стреляют. Все там, знаешь, вполне себе осознанная игра. Более того, я увидел у Na'Vi прикольный раунд, который я не так часто вижу на кэше. Это два дверь, два хайвея и один мейн. Ну то есть понятно, что здесь должна быть определенная подготовка. То есть они должны там что-то зонировать с маками, где-то какие-то зоны перекрыть. Но в любом случае сама вот структура этого раунда мне понравилась. Жаль был один такой. Вот хотелось бы больше, но с другой стороны и так 10-5, и так вот включились там некоторые игроки. Ну во всяком случае Симпл там не прощал. И уже какая-то уверенность наконец-то получена. То, что вот Na'Vi закончили нормально первую сторону. Потому что вчера смотрели, сегодня смотрели, но как-то совсем уже все было не так, как обычно, наверное. Но даже учитывая то, сколько критики было в сторону команды Na'Vi, но вчера вот играли плохо и первую карту сегодня тоже. И я опасался то, что мы не получим второй матч сегодня напряженным. Он напряженным может стать, если команда героек сейчас возьмет пистолет. А сейчас карта не закончена. И тут игра в атаке. И мы знаем, что на кэше много могут брать террористы. И дефенс у команды, которая не сыграна, ну именно на карте я имею в виду, то есть тут могут быть определенные проблемы. Потому что здесь перетяжки очень большую роль играют, поскольку пленты находятся на довольно большом расстоянии друг от друга. Ну и мы уже с тобой отмечали то, что если команда не играет на какой-то карте, и ей в принципе тяжело играть в защите. Ну да, практики нет. Атака, ну что атака? Ты просто вместе выходишь на точку. Ну да. Ты знаешь гранаты, ты должен их знать, потому что ты про игрок, куда бросать даже на тех картах, которые не используешь у себя в мапуле на турнирах. И защита. Тут уже вопросы, как будет работать перетяжка, как будет хелпа, потому что в первую очередь в этом плане команды проваливаются, если на какой-то карте они не появляются. Они теряют какие-то тайминги, начинают может быть даже поджимать. Я уверен, что команда героев сейчас будет, наверное, играть очень пассивно, ждать команду Na'Vi. Провоцировать на какие-то поджимы, агрессию. Потому что сидеть им тоже не вариант, наверное, на плентах. Они не имеют настолько много опыта сидения на плентах на карте ADK. Ну да, играть внутри плента, понимаешь, когда ты играешь глубоко закрыто, у тебя всегда должны быть хорошо разобранные ретейки. То есть ты играешь закрыто, это говорит о том, что ты отдаешь пространство оппоненту. И закрытый диффенс не гарантирует тебе того, что ты будешь там убивать всех. То есть позиция хорошая, она не гарантирует тебе выигранный раунд, и тут уже должны включаться твои тиммейты, которые, опять же, как они коммуницируют, как они откидывают гранаты и как они, соответственно, выбивают плент. И очевидным подтверждением наших слов была игра команды героев в защите. Постоянные поджимы, под точкой B у нас были также выходки там некоторые от моди. И мейн, тоже интересно, второй пистолетный раунд на ваших экранах, героик. Как вы проведете? Na'Vi свой провалили. Na'Vi опять без щипчиков в пистолетном, замечая это на второй карте уже подряд. Страдает этим команда Астралис, однако в последнем матче, который я комментировал, Астралис уже покупали щипчики, хотя обычно этого не происходит. Героик очень медленно играет в этом раунде. Выход на буст. Ну и Эдвард, по-моему, задетектил всю эту тему. Отдает он, собственно, мидл и будет уже принимать хайвей. Ох, разорвали просто без шансов. Тут Рубина сразу вышел. И можно перенаправиться на точку B. Ой-ой-ой. Зевс под себя получает смог и пытается зарандомить, но там, конечно, атака идет очень грамотно. Они пытаются тут прыжками только. Проходят сейчас ребята на точку B. Бомба будет поставлена ретейк 4 в 5. Уже 3 в 5. Флэйми не смог сам владать со снэпи. Ну, а там было в мидле. Флэйми сам двигался. И в ангаре его перестрелял капитан команды героек. Так, а кто там уже ушел на сейф? Электроник? Электроник все еще ждет врыва, наверное, какого-то на миде от соперника в коннектор, я так полагаю. Такое ощущение, что сейвить будут. Ну, а какой смысл? У тебя первые арморы. Я имею в виду, какой смысл идти на этот ретейк. Учитывая то, что там соперники уже везде заняли классные позиции на точке. Там была бомба поставлена совсем уже давно. У тебя нет диффузов. Ну, правда, Симпл остается на девятке, забирает Рубина. И это вполне нормально. То есть ты уже в следующем раунде эти арморы не будешь покупать. Ну да, докупишь каску на 350 бачей. Тем более, что они должны быть фуловыми. Ну, нет, Зевс все-таки не сейвит. Электроник тут же забирает моди. Ну, вот Зевс не очень только что провел этот сейф, потому что было бы неплохо, если бы было три армора. Не два. Вот третий все-таки это было важно. Понятно, что сейчас можно его закупить, но можно было бы и более экономно подойти к этому вопросу. Ну, такое дело. В любом случае у команды Ната Свинсера было укрепление А плента. Отдавали они базу Б. Зевс играл только на халпе. Ну и Эдвард, мы помним, как там отлетел на электрике без шансов. Команда героек показала очень интересный раунд. Ну, опять же, нестандартный. Три игрока было на бусте. Сделали быстрый выпад на мидл. Фраг по Эдварду. И тут же перетянулись через вентиляцию на Б плент. И зашли туда сплитом. Ну, под флешку врывается электроник мейн. Там пока что никто из атаки не был замечен. Очень много урона по Симплу. Уже залетело. Ой, Флэйми пытается на белом здесь работать. Но Ника его снимает на позиции уже. Здесь команда из Дании. А именно в миде. Судя по всему, будет врыв в вентиле. Ника первый. Будет ли рисковать? Тут, кстати, очень опасно все может получиться. Если, например, ЦЗшка быстро убивает калаш. Забирает его в руки. И потом еще встречает второго. Или работает против мейна. Но пока у нас в мейне, по сути, по точке Б никого не наблюдалось тоже. Вот она еще одна флешка в мейн. И Эдвард чекает в очередной раз эту позицию. Пока что без информации для Na'Vi. Куда пойдет бомба? Ну, холдят героек. Эстак чекает поджим с мейна. И Na'Vi не играют агрессивно в этом раунде. На самом деле. Но были только выпады в мейн. Ну, выпады, да. И агрессия от Флэйми набирает. То есть он пытался как-то помочь Симплу. И в итоге Симпл отошел. А вышел Флэйми. Ну, к этому был игрок атаки готов. Эдвард сообщает о том, что, наверное, это выход на точку. Неплохо. Залетает против Рубина. Но как дальше-то действовать? Заходит уже в плент. Эдварду нужно спасать. Симпл не может ничем помочь. И в динамике снайпе ловит оппонента. И Эстак не пропускает Зевса на плент. И по Симплу также была информация. Ходшот по Эстагу. Но уже бомба поставлена из закрытой позиции у террористов. Ну, Симпл будет дальше на машине стоять? Или попробовать все-таки сохранить свой дигл? Ну, не идут герои. Нет смысла, опять же, искать Симпла. И понимают они прекрасно, что этот парень очень опасен. С пистолетом на средней и дальней дистанции. Да на любой дистанции. Тут не стоит отдавать ему АК-47. Об этом герои прекрасно понимают. Оп. Симпл все-таки задетектил. Вот. Вот оно. Вот оно. Вот оно на руку намотано. Снапи в очередной раз понял то, что не стоило было это делать. Ну и теряются девайсы некоторые у команды героек. Вот они хотели выйти. Понятно, что можно было это сделать через скрип. Три хп в итоге остается у Саши. Он пытался что-то еще найти. Но нет. Будет дигл и второй армор. 20 на 6. У него статистика. Отыгрывает эту карту очень круто. Ну, понятно, почему. Да? Мы с тобой уже говорили не раз. Индивидуально-то он очень часто играет на ней. Ну и в принципе очень сильно играет. Эстак. То, что маг десятый. Будут выпускать его. Но куда? Вот в чем вопрос. Ну, пока что взоры команды героек направлены на мидл. Уже будет быстрая подсадка. Смог. Там был тоже интересный. Рубина разрывает электроника симпл. Стегла добивает красного снэпи. И два игрока на песке. Это проблема. Нужно двигаться кому-то из них. Потому что второй не прочекает. Эстак забирает Клэйбича. Рубина. Ой. Хаёшка под Зевса подлетела. Все это время он сидел и ждал, что не проверят. Но нет. Тут осколочное залетает. Эдвард. Хэдшот. Один. Второй не залетает. Все-таки не было армура. Так что это фраг для Эстага с маг десятым. Ой. Калаш еще забирает. Неплохо. 10-8. И сейчас начинается самое интересное. Практически мы идем к кульминации. Да. Ну, то есть если раунд проигрывают сейчас с Нави, то у героек имеют возможность выйти на 10-10. Почему нет? Абсолютно нормальная ситуация для них. Ну и пока у нас в целом можно сказать, что эта карта проходит под диктовку атаки. Вот сейчас мы это точно узнаем после этого раунда. Поймем вернее. Да нет, ухо. Везде легче играть в защите. Ты что? Ухо. Ватарью Толкину балл. Два калаша. Два калаша. У тебя два калаша. Как ты вообще можешь комментировать? Нет, ну я с тобой согласен. Мы и ожидали такого момента. То, что атака будет доминировать. Моди уже забирает Симпла. Это проблема для Нави. То, что такого бойца будет не хватать. И дальше медленная игра. Моди уже в токсике занимает позиции под точкой B. Пресечение агрессии от него ожидаемо. Но и при этом героек остаются на миде. Так, а Симпла где убили? Под B, да? Ага. Все понятно. Ясненько, ясненько. Зевс. Довольно агрессивная позиция у него. На халпе ему действует электроник. Ну и тут очень широко по карте растянуты героек. Все-таки идет перетяжка на базу А. Рубина играет в мидле под белым ящиком. Нави отдали мидл полностью. Правильное решение, кстати, абсолютно. Эдвард играет на машине и чекает на всякий случай коннектор. Ну и Флейми принимает на НБК. Ну, мы видим, что халпа с B базы от Нави будет очень долгое. Это факт. Ну и теперь все зависит от Васильева. Ну, тут один Молотов и Васильев с ним может не справиться. Ну, есть смок у него, кстати. Да, ну, смок. Ну, тут динамика такая, что можно и не положить под себя его. Ну, как же так? Истак не чекает эту позицию. На снайпе тут же дорабатывает за тиммейта Рубина. Хайшот против Эдварда. В тени находился Иоан Сухарев. Все это время не смог совладать с этим выходом. Сейв. Зевс. Электроника. ВП М4А4. Ну, героик. Было, наверное, довольно просто взять этот раунд, да? Особенно после первого убийства. Потом контроль Мидла. Постояли, прочекали возможный выход в спину. И потом уже под раскидку просто вместе ворвались на одного оппонента. Зевс. С контейнера на РСП террористов забирает оппонента. Это неприятно, но особо-то не повлияет на экономику команды героек. Но Электроника пока что в коннекторе 10-9. И вот так вот потихонечку возвращается датчане. Мы с тобой говорили уже не раз о том, что вот пистолетный раунд, залог успеха. Все уже дальше будет, наверное, у них неплохо. И чтобы обрушить эту экономику, будет, ну... Ну, задача взять 2-3 раунда. Будет, наверное, 2-3 раунда в активе сейчас у команды героек. Но, во всяком случае, с точки зрения денег. То есть они смогут закупаться. А что Нави? Нави Эко делают. Да, докупают там пистолеты, арморы. Экономика позволяет. Вот, кстати, если вспомнить Детрейн, там в похожем ключе развивались события. Нави сыграли с очень хорошим счетом первую половину в атаке, 8-7. 7 взяли. И потом в защите ни одного раунда. И здесь вот пока все складывается таким же образом. Героек взяли первый в атаке, первый оружейный, то есть пистолетный, оружейный первый. И вот пока Нави без раунда в защите. Что это за смог? Что это за магия? Смог на бутылку? Да. Ну, почему бы и нет? Электроник забирает Рубину. Эстак пока что не смог выйти на размен. Был слепущим, как Рот здесь. Эдвард! Два хэдшота тут. Вернее, еще Эстак тут вырвался на него. И тут Электроник поработал неплохо. Снапи модит. 2 в 5 в итоге остались. Забирают Эдварда, который слишком может активно действовать. Куда вот сейчас Эдвард пошел? Ну, да. Ну, с другой стороны, все еще большинство команды Нави сохраняется. Там, кстати, будет подсадка. Электроник уже на девятке подсажен здесь на меде. И увидел вроде как его с Напи. Выход! И все-таки спрей не залетает у капитана команды героек. А остается только один швед. Моди красный. И тут вопрос времени. Когда же кто-то из Нави его убьет? У Электроника это уже не получится. Кстати, я понимаю, зачем смок. Он действительно там нужен. То есть по-хорошему, если вы делаете стену смоков, то у Дефенса один вариант есть остановить вас. Не на пристройку. Во-первых, можно с коннектора просматривать крышу. А во-вторых, с белого тоже. То есть стена-то смоков перекрывает вижен, но с белого ты видишь чела на этой пристройке. Скорее с белого, чем с коннектора. Потому что с коннектора ты все равно, даже имея этот смок, ты будешь видеть подсад. Но я, если честно, не так часто вижу эти смоки. Даже от команд, которые играют намного чаще, чем герои. Стену смоков ты имеешь в виду? Именно этот смок, который летит на пристройку. Я вообще такого смока никогда не видел. Первый раз вижу. Реально, смок на пристройку. Очень странно выглядит. Но, опять же, логика в этом есть. Логика просматривается. Особенно, если вы хотите выйти очень быстро и не получить хедшоты от белого. Ну, экономический раунд. Двумя заставленными винтовками взяли Нави, да? В принципе, хороший раунд, который запустит экономику для НАТО Свинцера. И можно дальше набирать. Вот мы видим, что деньги заканчиваются у героек. И вот если Нави сейчас берут 12-й, потом могут 13-й забирать. И все может сложиться. Для них неплохо в защите. Отсад на контейнеры, стак. Тут уже электроник уже успел пройти. Вряд ли игрок атаки успел его увидеть. Электроник все еще будет со смоком это время проводить в вентилях. Смок для того, чтобы потушиться, если будет молотов от противников. Ну и в моде, какая агрессия на точку Б. Посмотрите на это. Зеус вместе с электроником отлетает от одного моди, который вскрывает Б-плент. Ой-ой-ой-ой-ой. И таких действий мы, наверное, с тобой ожидали, Алексей. То, что если у команды героек не будет получаться энциклопедический академический контр-страйк, то тогда вот такие выходки будут. И они только что награждались хедшотами от моди, для моди и для команды из Дании. Снайпи врывается по слэшку. Эдвард был к этому готов, забирает оппонента. Но с другой стороны выйти дальше на плент он не может. Там тикает бомба, симпл слишком далеко. 10-11. И датчане в этом конкретном моменте своих соперников не отпускают. По счету они вгрызаются в их спины. Да и по экономике сейчас мы посмотрим. То есть там Нави брали раунд. Он экономически, безусловно, улучшил их состояние. В целом именно экономическое. Но могут быть проблемы. И там у одного точно кто-то закупался под ноль. Сейчас мы посмотрим на табуляции. Там будет видно 4, 4 900. Будет закуп, да, симпл дает дроп. Также только там ZEVS, возможно, будет без нормального девайса. 2 ВП. Флейми покупает АВИК. Интересно. А ZEVS с первым респом? Я бы посмотрел на это, ребята. Давайте не будем переключаться. Что они делают? Что происходит? Нет, все-таки поменяли. Симпл... Ну ZEVS мог на самом деле выйти. У него был хороший респ. Да, у него был хороший респ. И надо было попробовать сделать. Симпл, наверное, сказал нет. А ну-ка дай-ка мне. Изи, открытие медла от героек. Бесплатная раздача по шапкам. На миде сейчас от команды героек. Рубино накормил сейчас Эдварда Электроника. Три в пять. И ZEVS в итоге с пистолетом. Да. Что происходит? Е-девайс. Завис. Пересмысление сейчас. Такая ценная жизнь пошла. Систем эрор. У одного чела не было денег на закуп. Это очевидно. У одного. Кто-то, не помню, кто у Na'Vi. У ZEVS было в начале раунда 2 800. То есть он мог купить себе юмп с гранатами. Но он возвращался. То есть он... Эмка будет на руках. Ну, это опять же так. Не прочекает слева. Не прочекает. На белом ящике. Нужно выйти против него. Истак. Тут совсем уже закрыто действовал. И получил против себя. Никол. На размене все-таки сыграл. Хотя сам очень битый остался. На точке B сейчас Саша Костылев. Флейми поджимает. И есть информация о том, что соперники не будут, наверное, выходить на точку A. Но как справится он с ВП здесь в спине? Так. Там уже какой-то спойлераст говорит, включите симпла. Так. Ой. Не очень. Первый промах и не залетает по рубину красному. Включите симпла. Включили. Включили. Скинишь мне 300 рублей на Киви. 11-11. Не, не мне, а б серверу. Скинешь 300 рублей на Киви, пожалуйста, за это. И не проси. Интересный раунд только что получился. Без улыбки, конечно, нельзя смотреть. Но спасибо за эмоции. То есть я сейчас готов просто ворваться. Даже если там что-то не так с дропом, не с дропом. Ты первый получил АВП. Скажи, у тебя первый респ. Скажи, пацаны, я попробую фаст пикнуть на бэтленте. Не попробую, а я убью. Я убью, да. Попробовать это не в профессиональном контр-страйке пробовать. Нужно выходить и наказывать. Снайпи уже наказал. Флейми тот пропрыгивал через белый ящик. Но это слишком все просто было для снайпера. Команды героек Эдвард поджимается под вентили. И что можно сделать без арморов? И вот с таким вот набором пистолетов. АВП-250 и Диггл и два ESPS. Ну только разве что надеяться на то, что Диггл будет убивать в голову четко. Ну и Зевс, если что, будет добивать красных оппонентов. Один игрок в двери у героек. Ну и остальные пойдут, судя по всему, через мейн. По крайней мере, бомба двигается в этом направлении. Или движется? Двигается тоже, наверное, нормально сказать? Можно? Можно. Ладно. Хорошо. Не уволен. Сегодня не уволен. А чем будет двигаться команда Нави сейчас? На этом ритейке. Борщом, судя по всему. Ну да, можно даже немного поторговать лицом здесь. Зевс все-таки отлетает от Эстага на линейке. Забирает также Эдварда. Но это фарм для МАК-10. 1200 в карман уже положил себе. Симпл, правда, дальше не дал ему пройти. Наказал. Но уже есть флэшбек у команды героек по поводу Симпла, машины и Дигла. Того, как они пытались по одному выходить и получали только хэдшоты. Сейчас Симпл хоможет еще навешать здесь. Здесь ждет он Моди. Моди особо не агрессивничает. Ну, хотя зашел в коннектор и получил все-таки в голову от Костылева. Но надо забрать девайс. Да, это автомат Калашникова. Симпл уже сделал два фрага. Бомба взрывается. Герои берут 12 раунд. Ну и вот в следующем Нави будут покупать. И, возможно, где-то это уже близко к развязке. Ну, то есть, по крайней мере, на данном этапе мы поймем, насколько Нави могут цепляться в обороне за этот кэш. Симпл. К-47. Ну, выжил максимум из ситуации. Молодец. Александр 24 на 9 убивает команду героек. Но! Как будут действовать остальные? Нужно потихонечку включаться Эдварду и Флейме, потому что они зачастую становятся первыми фрагами своих оппонентов. И стоит также отметить то, что они чаще всего появляются на миде. А мидл это проблемная точка. Сейчас будет горячо. Эстак, выход на подсадку. Это вы ожидали Эдвард, но это инфа для команды героя, который сейчас может выйти очень быстро на точку А. Вот один флейме, получается флэшку. Абсолютно степущий зажает Моди. Нико тут же на размене, можно ворваться под смог дальше через дефолт и поставить эту точку. Симпл дальше не будет двигаться. Он стоит на машине. Флейк залетает против Снайпи. Многие заметили, тут же отстрелил. Но бомба поставлена ситуация 2 в 4. Такой заливать нельзя. Там идет первый Эдвард под флэшку. Рубина, выпад, все-таки получает хэдшот. Тут же в тело его добивает Эдвард. Ну и Нико последний на размене тоже не сыграет раунд для Нави. Было такое ощущение, что Симпл буквально между ног стрелял своему оппоненту. Ну то есть на форклифе он видел только ноги. Но реакция и стрельба, конечно, на высоте. 12-й раунд для Нави. Ничего не ясно. На этом ДКШ. Ну что хорошо для Натус Винстера. Сейчас-то то, что погиб только один игрок. Это Флейми. И в общем-то сохранили хорошую экономику Нави. То есть если сейчас что-то произойдет, что-то пойдет не так, будет совсем плохо. И героик выиграет раунд и таким образом ресетнет экономику у Нави. То будет нормальный закуп на следующий раунд. Ну конечно, до этого не стоит доводить. Ну а вот героик, как мне кажется, нужно опять пробовать базу В. У них неплохо там получается. В частности у Моди, который может выйти и развалить там двоих. Было дело. Мы помним. Скорбим ли? Вряд ли. На самом деле тут Нави сами себе принесли такие вот проблемы. Подсадка тут не с первого раза. Нужно поработать. Тут все-таки будет прыжок от электроника. Зевс, кстати, перестреливает Моди. Это было под точкой В. Агрессия. Вот Тисленко. Ну и, соответственно, дальше можно отойти обратно, имея численное преимущество. Героик после вот фрага очень часто пытается выйти вот быстро на одну из точек. В данном моменте это выход на точку А. Флейм забирает только одного из тага. Эдвард, нельзя погибать здесь. Он выигрывает перестрелку противнику. Но это было очень горячо. 20 хп у него остается. Он успел отойти обратно на хайвай. Симпл уже на машине готов выбивать Снэпи, который на погрузчике. Не будет ли идти дальше против него Симпл? Тут еще один Модов будет выгонять. Неплохо это получается. Все-таки залетает минус по Эдварду. Но еще Снэпи будет идти дальше. Ой, как это опасно. Нельзя так играть. Только вместе. Зеус отлетел уже. Смог закрывает еще и Рубиня. Можно здесь подсадиться игрокам атаки. И это будет классное решение. 4 в 2 была ситуация. Теперь Na'Vi делает ретейк 2 в 2. Вот подсадка. Электроник и Симпл. Смотрим за Рубину, который играет на кваде. Под Смог. Там тоже подсадка с другой стороны. Симпл. Хорош. Делает минус по Рубину. Нет инфы по Снэпи. Однако подозревают Na'Vi, что он за квадом. И Электроник делает заключительный минус. Электроник дефузит бомбу. Это 13-й раунд для НАТО с Винстера. Но героик поставили бомбу. И запас по деньгам все-таки у них был в начале этого раунда. Смотрим на экономику. 8800 в топе у Рубина. Он может дожидать дробчик. Ну и покупают. Хороший бай. Имеют героик. Но я бы на их месте все-таки вернулся к B-Plant 2. Да. Даже учитывая то, что там в последнее время Na'Vi выигрывают какие-то перестрелки дуэли. То есть территорию они отвоевывают. Но только героик знает, как они будут играть в этом раунде. Симпл, имея респаун, уже перешел на точку B. Пропускает пока что противника на Токсик. Тут же смог под себя. В стиле Воксика. Но смог не самый лучший. Он закрыл сам себя. В итоге Молотов потушил. Так было задумано. Симпл. Будет все-таки выход. Зевс. Нужно саппортить ему. Флешка. Там Симпл просто на разрыв. Зевс на плейте. На дефолте. Ничего не делает Рубина. Его забирает. Но все-таки сгорает сам от Зевса. На девятке электроник пытается что-то сделать. Но у него не та позиция. И до сих пор не вышла команда героя. Как же они играют Моди за противника и Флэйми. Врыв на девятку еще один. Минус Нико. Это была бомба. Все-таки Флэйми сильно просил. 39 хп. На хатшоте уже Эдвард. Истак ошибается. Какой врыв. Снайпи убрал все-таки Флэймич. Один на один ситуация. Моди противника Эдвард. Это нау для команды Нави. Что сейчас? Только что мы посмотрели. Господи. Я бы хотел посмотреть повторе этот раунд. Очень круто. Такая динамика сумасшедшая. И каким чудом Эдвард делает минус последний. Был красный как помидор. В итоге триплкил от него. И Нави начали делать ретейк до того, как была установлена бомба. Но это тоже в принципе неплохое решение. Потому что в этой динамике, в этой неразберихе можно где-то найти слабое звено. И вот видишь, герои все-таки попробовали Б. И сделали два кила. Практически безответных зерстом. Правда сжег своего оппонента. Но тем не менее, герои удачно зашли на Б плент. Здесь был такой случай, что Эдварду нужно было 100% врываться. Даже рискуя. Не зная, где находится большая часть соперников. И вот вопрос только к команде героев. Почему так долго заходили? Ну почему? Потому что отвлекались на девятку. Там поочередно пытались выходить ребята из команды Нави. Но не пропустили бомбу. Это было самое главное. Если бы бомба была на пленте, то все. Тут уже установка на вентиле. И ты ничего не можешь поделать. Смотри, астак стреляет, чтобы не было слышно. Этот быстрый пуш на точку А. Смог уже на просвет. Флейми пытается действовать под молотом. Выпускает пока что оппонента. Очень близко находится уже Рубина. Снайпи идет на погрузчик. Флейми отлетает от Рубина. Это был снайпер, который не смог ничего поделать. Ну и сейчас же нужно перетягиваться остальной команде Нави. И делать ретейк 4 в 5. Совершенно нет гранат у героек. Я бы, кстати, на месте Нави сейчас бы просто похолдил бы. Подождал бы, когда развеются смоки. И потом спокойно сделал ретейк. Эстак снимает Эдварда на хайвэ. Электроник на размене. Нави все время в меньшинстве в этом раунде. Зевс зафейлил смок. Закрыл в итоге машину. И Нави уходит на сейв. Это правильное решение. Динамика здесь, конечно, разгоняется максимально. Все-таки в предыдущем раунде только Эдвард выживал. Зевс. Попытка забрать себя в ИП. Наконец-то есть. Уже в руках снайперская винтовка у Тисленко. Ну и 14-13. Ты знаешь, такими шагами можно дойти до допов. Все неоднозначно здесь. И вот до последнего непонятно, кто же выйдет. Даже на матч-пон. Не то чтобы о допах мы сейчас с тобой разговариваем. Сколько денег там? Ой, у Эдварда все плохо. Понятно, что будет дроп. Флейми 2, 250. Тоже дроп. И от этого раунда зависит, наверное, вообще исход. Да. Это раунд на игру. Потому что герои тоже нормально так закупаются. Там Бублику Нику остается. Ну, у героек, значит, в случае поражения в этом раунде деньги еще-то будут на следующий. А вот у Нави точно не будет. То есть, если Нави проиграет этот, то у героек есть отличная возможность выйти на 15-й. Очень ровно идет по фрагстате датский коллектив. Мы видим 16-18-14-16-16. Ну и с другой стороны тоже все довольно ровно. Ну, как всегда, выделяется символ. 26 фрагов у него. Но в последнее время он молчит, да? Последние раунды, я имею в виду. Ничего не базарит? Нет. Нет, ну просто я имею в виду, что вот выходы у нас другие герои появляются. Я хочу похвалить вот остальных. Не только вот Симпл. Да, он выделяется. Я с тобой согласен. Но вот Эдвард тоже был в хорошем раунде на точке Б. И те же электроники Флейми, которые врывались на девятку по очереди, они тоже внесли свой вклад в победу. Тринадцатый раунд прямо сейчас. Страсти нереальные. Все накаляется. Симпл при этом занимает позиции довольно-таки интересные для АВП. Это песок на медиа. Выход будет через буст. Не выход. Уже для Эстага. Нико там уже отлетает. И тут Эдвард принимает рубину, который выходил. Герои, по-моему, поторопились. По-моему, поторопились. Вот раунд слишком... Вот этот раунд очень сильно влияет на исход игры. И мне кажется, вот в таких раундах рисковать, но это... Ну, все-таки пуш и бустерый выход — это риск. Согласитесь. Как бы там ни было, мне кажется, что это риск. То есть тут в любом случае. Ты сразу же в начале раунда задаешь агрессивную динацию. Что? Зевс внутри плентаса ВП? Делает минус по моде? Ну... Симпл на себя так отвлекает Снайпи. Красный Эдвард врывается. Так, ребята. Стоит остановиться. Выход от электроника. Это было опасно. 19 КП у Дениса. Он справляется с этой выходкой Снайпи. 15-13 матч-поинт. И смотрим на деньги героек. Все-таки есть Каташи. 1400 у Нико. Ну, героек, я с тобой согласен. В предыдущем раунде поспешили с этим выходом на миды. Да, это лишнее было. То есть, стоило ли вот так вот играть? У них дело в том, что этот раунд получался вот 50 на 50. Вот один раз они, да, смогли ворваться, там, забрать противника под бустом, потом песок отстрелить. Потом вот был раунд, когда их просто без шансов убили. Тоже оппоненты, которые поджимались под вентиль. Ой, флешка была Снайпи. Смог тут постоять за себя. Электроник отлетел. Симпл на девятый. Ой, что это было Моди? Минус голова. 4 в 4. Но при этом все-таки вышли герои на точку. Симпл пытается простреливать оппонента на вентилях. Но там мы-то знаем, что никого нет. Снайпи за Смоком в ангаре. И он здесь кость в горле команды Навик. Ну, нужно чекать люркера обязаны, да? Зевс, увидел. Зевс, по-моему, понимает, что произошло. Откидывает хаешечку. А вот нужно ли это? Вот, да, нужно. Вот теперь уже все. И Снайпи тут можно гореть. Да как он не горит? Как? Нет, все-таки будет гореть дальше. Разгорается. Да, Зевс все-таки его забирает. Флэйми там был и так. 4 в 3. 4 в 3. И есть момент. Выход через девятку. Молотов по отестагу. Он двигается. Ну, и здесь Нико забирает все-таки Зевса. Ситуация 3 на 3. У Симпла есть информация по отестагу. Как его выкурить оттуда? Пока что не получается. Рубин избирает Клэймича. Ситуация там уже накаляется. И добила просто. И стаг последний. Тут за плентом Симпл промахивается. Но времени слишком много потратили. А как вообще так получилось? Ну, видишь, видимо, сфокусили внимание на медле. Потратили время на выбивание оппонента. Ну, тонко. Тонко. И, с одной стороны, толсто получилось. Почему толсто? Потому что Зевс, который заметил ноги соперника в ангаре, мог намного быстрее его убить. Вот там сначала Хаешка, потом Молотов. Он ждет, пока сгорит или выйдет. Можно было намного быстрее сориентироваться в пространстве и сразу бросить Молотов и выгнать его оттуда. И, скажем так, Молотов даже в такой ситуации был наилучший. Наверное, сразу под ноги оппоненту. А так получается, что Снайпи стоял, разгорался там этот Молотов. И он еще для себя выигрывал время. Получается так. Хотя я не знал, что противник вот так вот будет заходить еще со спины. Это был Флэйм. У меня один вопрос. Я не понимаю людей, которые пишут. 26 тысяч людей на трансляции. Финал мажора. Мертвая игра. Я вообще не могу понять. Ребята, что вы добиваетесь этого? Вот что это значит? Что за бред вообще? Сходите к доктору, пожалуйста. Лу. Так, ну у Нави, кстати, на шкрябле неплохой бай. Апогей. Симпл. Занимает уже позицию вместе с Флэйми. Это точка. Полетит ли еще одна флэшка? Вот было бы неплохо подсадиться. Алексей. Да. Ну и Нави. Именно в таком раунде. Но с другой стороны герои, это тоже опытные ребята. Могут прочекать. Вот в таком раунде ребята вот могут сейчас общаться между собой. Говорить, прочекайте буст. Однозначно. Там может сидеть соперник. Потому что до этого момента Нави так не делали. Но строят выход на. Это точно. Игроки команды героев, поскольку бомба в дверях. И что у нас дальше? Симпл. За квадом. С АВП. Фокусит мейн. Также электроник на форклифте. А тут будет поддержка с хайвея. Пропустили. Симпл все-таки, да, убивает флэйми. Два минуса электроник. Убивает моди. И оставляющий хитшот. Поездагу. За погрузчик. Эдвард должен его просто закрывать здесь. Нельзя отпускать эстага. Где еще один? Рубино. На хайвея. Ой, как все опасно здесь смотрится. Эдварду нельзя двигаться здесь. На эту преследку зачем? Можно было просто прочекать или же стоять и ждать выхода от эстага. Хаешка от Зевса. Ситуация 1 на 1. 96 хп. ЦЗ в руках. И Рубино 28%. Кто же выиграет эту преследку? Хитшот. И победа команды Нави со счетом 16-14. И вот она развязка. Все-таки три очка для Нави в этой игровой неделе. Но герои заслуживали допов. Хорошая попытка. Хорошая попытка. Хороший декэш мы посмотрели от команд, которые его не играют. Как бы это странно не звучало. Но не используют эту карту в активном мапуле два этих коллектива. Ну, спасибо за такой Counter-Strike. Мне реально игра очень понравилась. Как бы несмотря ни на что. Зевс с АВП тоже у нас такие вот. Креативчик подъехал. Я думаю, что наши зрители, ровно как и мы, вот после этого кэша узнали, что такое.